Друзья, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Тинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой основной канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Как всегда, под сюжетом я оставлю ссылку на мой второй канал, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Мы посмотрим сегодня, прогуляемся по городу, где у нас какие стоят очереди. Так, ну это прекрасный магазин, называется Пикула Парма. Ой, какие кроссовки классные! Написана скидка Пикула Парма. И очереди нет. Да, прикольные. Надо будет зайти посмотреть, прицениться. В принципе, вот эти, да, вот эти мне нравятся. Вот эти вот, которые пониже, красные такие, фу! Нет, я вот такое аляпистое я не люблю. А вот эти симпатичные. Видите, и никаких у нас здесь очередей. Это хороший магазин Пикула Парма. Так, давайте здесь еще витрину посмотрим с вами. Сумочки. Ну, я, да, вполне довольна своим ранцем. Платки. Нет, вот такое вот блестящее, это абсолютно не ко мне. Нет. А вот эти кроссовки, да, эти кроссовки на весну симпатичные. Надо будет подумать. Ну, и, в общем, как вы поняли, очереди нет. Слушайте, и зонтики у них всевозможные продаются. Нет. Давайте пойдем посмотрим. А, вот это детский отдел для малышек. Здесь тоже очереди нет. Посмотрим напротив музея. Что? Может быть, очередь стоит напротив музея? Вот такая коляска. Это была мечта моего детства. И вот именно в таком возрасте я помню, что мне бабушка моя привезла из Прибалтики. Коляску игрушечную. Вот я была в таком же возрасте, как вот эта девочка. Поэтому я, когда вот вижу такие коляски, сразу вспоминаю свои детские эмоции. Как мне хотелось и как я почувствовала, что я почувствовала, когда я такую коляску получила. Вот, посмотрите, пожалуйста, это наш Итруский музей. И здесь тоже очереди нет. Все свободно. Здесь, по идее, живут у нас рыбки. Ну-ка, посмотрим. Холодно было эти дни. Я думаю, что их рыба куда-то эвакуировали. В этом музее работает наш родственник Паулу, археолог, и мой племянник. Конечно, зайти бы к ним и задать вопрос, как много у них сегодня было посетителей. Но мне почему-то думается, что никого. Так где же у нас стоят очереди? Ходят слухи, что у нас в городе имеются некоторые заведения, инфраструктуры. Где стоят очереди? Пойдемте поищем. Может быть, мне вот у муниципальной полиции им задать вопрос, виджелям. Не знают ли они, какие такие у нас волшебные инфраструктуры, где стоят очереди? Можно простоять даже час, а можно простоять и больше наверняка. Только муниципальная полиция об этом у нас и знает. Ну, давайте посмотрим, может быть, в кафе у нас очередь кафе. Да, может быть, у нас забито клиентами, как это было еще, допустим, два года тому назад, что просто так ты столик не найдешь. Ну, вот детская площадка, слава богу. Так, кто у нас здесь? Ну, это вот у кого есть аненпасы. Это привилегированные у нас. Им даже можно поставить рюмочку на стол. Вот так вот. Может быть, ну, очереди нету. Может быть, у нас там, где театр, это детская площадка, а вот дальше у нас театр. Может, у нас стоит очередь в театр? По-моему, нет. Лифчиков я много вижу, но не все. Вот смотрите. Пожалуйста. Нет. Пожалуй, там, где театр, там тоже нету очереди у нас. Никто не покупает билеты. Так что ж это за место такое уникальное, где в нашем городе стоят огромные очереди. О, как машин много, смотрите. Это как моя, только у меня красненькая. Машин дофига на парковке, а по идее в кафе-то должно быть тоже много. Видите, вместо Бойкоя у нашего Вольтерино здесь. То есть в кафе должно быть много людей в таком случае, раз парковка вся забита. А никого? А никого. Вот люди, видите, берут какие-то напитки, вон там сидят по дереву на лавочке. А сюда нельзя сейчас. Ну, будем сейчас разбираться. Где ж эти очереди у нас напротив этих волшебных мест? Вот наша аптека. Сейчас я вот так вот приближу и разверну видеокамеру в другую сторону. Сейчас сфокусируем. О, ходят в лифчиках. Ничего не поделаешь. Да. Вот. Они как раз только оттуда у нас и вышли. Вон идут. Руки протирают. Да, очередь есть. Ну, я вот так осторожно сниму. И сейчас будем расшифровывать все то, что происходит. Так, еще раз. О, народу прибавилось. Еще подходит. Да. Ближе не буду подходить, потому что это некрасиво будет. Значит, так. У нас аптека, которая находится в центре, в новом. Там вообще очень большая стоит. И как правило, не одна, а две. Мне кажется, что у нас здесь тоже две. Ну, нашли мы с вами в результате вот эти очереди. Знаете, какая интересная вещь. Это меня сейчас проинформировали жители нашего города. Значит, чтобы не создавать уж такой большой на улице ажиотаж вот в эти инфраструктуры, оказывается, надо звонить, разговаривать с провизором и договариваться заранее. То есть провизор будет вам называть время более-менее, когда когда вы сможете прийти, когда будет окно. Так, чтобы не стоять больше часа очереди, это не только вот у нас недалеко от исторического центра, это у нас так по всему Кенчану терми. Значит, очередей две. А вот вы помните, какое-то количество лет тому назад, в эпоху дефицита, была даже такая фраза, женщина, женщина, вы в какой очереди стоите? Вы стоите за туфлями или вы стоите за плащом? То же самое у нас. Значит, очереди их две. Что это за очереди? Одна очередь, это для того, чтобы за тампаксами на палках, а вторая очередь, это за всем за остальным. И дело в том, что проблема возникает вот какого характера у нас, что очень многих припарок стало не хватать. То есть некоторые припарки, их просто-напросто надо заказывать. Потому что в противном случае вот так вот в открытой продаже сразу вы не придете и не приобретете их. А по какой причине? Ну что ж, мы с вами возвращаемся к нашим кулинарным турам, так называемым. Мы же находимся на самой-самой-самой, что ни на есть, демократической платформе в мире, где можно говорить про все. Поэтому мы возвращаемся к нашим ложечкам. К тому же, вот за моей спиной находится бар, где мне присесть будет уже не суждено сегодня, только где-нибудь рядом. Так вот, обратили внимание на тех, кто у нас вот скушал за маму, скушал за папу, а теперь скушал за дедушку, что-то какое-то у них там непереваривание стало происходить. Какого характера? Друзья, до любого характера, любого. Ну, любой нормальный человек хотя бы раз в год или два раза в год он ходит к дантисту. Для чего? На чистку зубов, на чистку и на отбеливание. Так вот, дантисты стали обращать внимание, что вот приходят, когда люди, которые объелись вот этих вот ложечек, которые не на диете, а которые съели все три, значит, там такая специфика определенная. Ну, конечно, когда вот проводят эту манипуляцию, когда чистят, да, зубы, естественно, это сопряжено с определенными травмами. то есть вам дают такой стаканчик воды, там раствор для того, чтобы ротовую полость продезинфицировать, но этого не хватает для того, чтобы остановить кровопролитие. и сами дантисты, они в результате сталкивались с такими проблемами, когда приходилось ставить другие тампаксы для того, чтобы, ну, скажем, таким образом купировать ситуацию. Поэтому, да, у нас дантисты, они задают вопрос, вы объевшиеся ложечек или вы на диете? То есть, если ты говоришь, что ты на диете, на абсолютной, тем более, диете, они как-то вот делают вот так. То есть, если год тому назад у нас некоторые дантисты, они говорили, нам желательно все-таки, чтобы те, которые к нам приходили бы, они были с ложечками, то сейчас у нас дантисты выдыхают, когда ты говоришь, что ты на диете. Ну, что делать, друзья? Я отдаю отчет, каким языком я общаюсь с вами, но это действительно так. Теперь продолжаем включать Юлиана Семенова, продолжаю включать всевозможные шифры. Значит, о чем еще стали говорить громко в нашем городе? Ну, зима, холодно, особенно предыдущие дни, я вам говорила, какая у нас была температура, и снег у нас выпал, и ветер у нас, это вполне нормальные явления. Вот сегодня солнышко, предыдущие дни были очень холодные. У женщин бывает такая вещь, называется, она стит, стит. Когда кажется все время, что хочется писать, 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 а потом оказывается, что писать не хочется. А наоборот, это вот сопряжено с некоторыми такими не очень приятными ощущениями. Ну, и, в общем-то, многие дамы, конечно, знают, как это можно справиться в домашних условиях, а сейчас не получается. сейчас приходится бежать к специалистам, и специалисты при такой даже банальной проблеме выписывают огромнейшее количество мощнейших примочек, и надо их использовать в течение недели, что и делают представительницы прекрасного пола, проходят несколько часов и опять по новой. И никаким образом не купируется. Теперь дальше. Поскольку у нас Кенчана Терми, у нас здесь достаточно много крестьян проживает, у нас очень многие люди занимаются сельским хозяйством, ну, травмы всевозможные бывают, там крестьянин не так плуг прикрепил палец порезал, предположим, или еще что-нибудь порезал, руку порезал, бывает, бывает, называется производственная травма. И стали обращать внимание, вот те крестьяне, которые объелись вот этих самых ложечек за маму, за папу и за дедушку, они стали обращать внимание на то, что там ничего не помогает. Кровопролитие. Как у донтиста, один в один. Вот. О чем это говорит? О чем? Что ложечка, которая скушенькалась за дедушку, она по всей вероятности заблокировала абсолютно все натуральные процессы, которые заложены природой, Господа Богом, как угодно называйте, чтобы тело наше имело возможность сопротивляться вот таким вот воздействиям. Потому что природа, она все предусмотрела, Господь Бог все предусмотрел, чтобы наше с вами тело, мое тело, мое дело имело возможность при таких случаях, в таком случае сопротивляться вот этим вот любым воздействиям. А тут мы видим в результате совершенно другую, совершенно другую картину. Вон они у нас не от ложки ездят туда-сюда. Повернулся, сейчас попадет, не попадет, там вот разворачивался, вон развернулась. С утра до вечера ездят. Вот такие вот у нас времена. И этого очень много. Вы знаете, все-таки я думаю о том, что вот эти менеджеры властелинов колец, они готовятся к побегу. То есть они сейчас вот еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть это называется вот не надышишься, да, перед смертью не надышишься. Позакручивают, потому что когда ты включаешь коробочку, зомбо-коробочку, там только все вот это нагнетается, нагнетается, нагнетается оттуда. Но существует некоторая пресса, СМИ, то есть вроде бы как они даже государственные, которые в определенный момент, вот несколько дней тому назад, они по этому поводу стали менять риторику. То есть даже как бы показывая, демонстрируя абсурд того, что делалось последние два года, что некоторые специалисты говорят, что мы так и будем, вот мы так и будем идти по таким схемам, но давайте к этим схемам мы будем теперь относиться нормально, как нас обучали в университетах, на соответствующих факультетах. Так, ёкарный бабай, хочется задать вопрос, а вот эти два года вы чем занимались? Или вы думали, или у вас была выжидательная позиция, или вы бабки цапали, а теперь вы пытаетесь таким образом себе попоньки прикрыть. Вот, друзья, я думаю, что резкие действия, резкие изменения по этому поводу у нас начнутся уже, на мой взгляд, с конца января, я так думаю. То есть вот уже это всё на носу. Февраль, он будет решить, решай, уже таким месяцем, который решит всё. А март, вот я, как я вам и говорила ещё в прошлом году, когда, по идее, это должно будет всё закончиться. Но с чем мы остаёмся? С чем мы остаёмся? Мы остаёмся на руинах. Мы должны быть готовы сейчас к этому, чтобы в марте закончится пердемонокль, весь этот, они сбегут на Южный полюс менеджера Властелина в Вальдовом колец. Там говорят, у них рай построенный. Вот, но с чем мы остаёмся? Мы остаёмся с разрушенной экономикой. Вот эти все кафе, вот эти все магазины, которые я вам показывала, они остаётся с огромным количеством долгов. С невероятным количеством. Фабрики, которые не работают, ну и очень многие инфраструктуры, которые не работают. Экономика минус. Одни долги. Ну и следующий момент, какой у нас будет. Население, в каком физическом состоянии, морально-физическом, давайте физическом, у нас останется население. Значит, вот эти инфраструктуры, которые пытаются население периодически приводить в состояние нормы, с Куапами. Вот у нас тут пойдёт, конечно, трафик, мама не горюй. Потому что если сейчас у нас вот такие очереди стоят, то я представляю, какие у нас будут весной, весенний, авитаминоз, когда так называемый, начнётся и так далее, и так далее. То есть у нас действительно вот эти инфраструктуры клавские, они не будут справляться с наплывом желающих, с наплывом клиентов, у которых вот такие вот вещи стали происходить. И ничего не берёт, главное, ничего не нейтрализует и не нормализует. Вот это будет картина маслом. При условии того, что за последние два года эти подразделения, эти инфраструктуры у нас полностью разрушались. Почему? Потому что данные специалисты занимались только двумя вещами. Это тампакса на палках и обжиранием ложечками. Всё. Больше ничего они делать не умеют. Поэтому, когда они столкнутся с проблемой, что действительно у населения вот такие вещи уже не понарошку, а в результате обжорства происходят. причём с разными функциями. Вот это я хочу посмотреть. Вот это будет действительно трафик. И вот это действительно будет нагрузочка. Нагрузочка. На все вот эти вот инфраструктуры. И хватать их реально не будет у нас. Вот это проблема, с которой мы будем сталкиваться ровно через год. Поэтому вот эту тему я буду стараться, конечно, развивать. Друзья, спасибо большое, что вы смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok